привет что второй пока не нужен он для ну чуть попозже может быть просто мы поэкспериментируем поставим его вишутка дыхания практика которая действует локально то есть она раскачивает пятый центр кой гномик человек пятый центр горловой это центр который отвечает за творческий подход творческий подход к нашей жизни делам вещам просто есть подход не творческий да есть такой подход да есть вот такой и так далее за все это отвечает опять же речь донесение информации мода стиль чувство времени скажем так чувство того что сейчас в тренде в моде за все отвечают пятый центр если с ним какие-то из нарушений если он заблокирован если есть какие-то блоки вот здесь вот здесь что такое блок чувствовали бывает комфорт вот как будто это физическое ощущение ну похоже с чем но на самом деле это больше фантом это энергетическое но чаще всего он бывает кто-то сильно обидел он может быть не сразу может быть потом но он чувствуется и вот это как раз таки блокирует пятый центр итоге творческий подход превращается в такой рутинный не интересный подход каким каким-то нашим телом опять же вот этот центр очень хорошо раскачивается и снимаются блоки через пение песнопение вы помните раньше очень популярно было сесть за столием там топочку но народ выпивает и начинает петь либо вообще любое пение песнопение любые речевые какие-то упражнения они все снимают блоки отсюда и дают человеку вдохновение все стихи все научные открытия такого плана это все происходит но это все исходит из этой энергии из этого рода энергии голубой цвет кто из вас дыхательных практик видел голубой цвет немножко синий синий голубой но это где-то на вишудха дыхание что такое это практика которая раскручивает этот центр до максимальных оборотов и стягивает всю энергию пятый центр потом мы резко отпускаем ее и вся скопленная энергия здесь поднимается наверх и бьет прямо блок сюда это чувствует да чувствуется бум вот здесь вот так да да означает что вся энергия поднимается наверх пробивает отжим это уже интуитивное знание это центр восприятия в общем название не важно вообще как это звучит важно что происходит потом и что человек получает здесь также могут быть блоки это если человек от ума живет полагается на расчеты то не слышит интуиции не замечает каких-то знамений знаков то значит что мы немножко заблокируемся потому что с нами говорят мы уже беседовали с нами говорят всегда на языке знак разный на любой вообще вопрос который вы можете задать для себя важен вы в любом случае получаете ответ идите вы этого или нет но проблема в другом фиксирует ли ваше сознание эти ответы умеете читать эти знания да потому что с нами всегда разговаривают знаков но их нужно заметить вовремя и определить что же это за ответ пишет и как раз таки за эту функцию отвечает вот этот центр все если он блокирован то у нас просто каши вроде бы ты что-то чувствуешь что что знаете что то идет не так а что идет не так непонятно с к вам пришел пришла информация пришли знамения но распознать вы их расшифровать значит что здесь вот вишутка дыхание но раскручивает энергии в этом центре и она вся пьет сюда также с нами то есть 3 августа у нас будет вишутка это отдельная практика катерина сделает рассылку там будут условия и более точная информация ну а теперь теперь к теме кто помнит какая сегодня тема 4 врага на пути знания 4 врага на пути знания ну что вопрос к залу что же это за 4 врага на пути знания что же это за 4 врага на пути знания ну оно случилось как вы думаете страх наверно случилось или неверие или неверие правда страх смотрите жил себе человек жил себе жил шел в садик в садике пожил в школу в школе пожил в институт там пожил пошел на работу пожил и тут почувствовал что что-то идет не так что-то не хватает вроде все правильно да все говорят иди туда потом сюда потом туда потом сюда и все будет оп нету что происходит он начинает копать искать и тут встречается с тем что ты должен найти себя он такой а где я себя потерял то что это я должен искать себя ну надо прийти к себе а где ты все поймешь тут он начинает думать что же я пойму ну ладно пойду к себе а кто я такой да 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 пойду уже к себе туда и ну в надежде что что я что-то пойму и он начал идти к себе известно какими методами практиками йогой то есть кому что попадается опять же это зависит от силы которая его ведет которая его покровительствует ну кому-то сила подкидывает практики дыхания кому-то цигун кому-то йогу и каждому по-разному на его языке разговаривает и как только он ступает на путь к этим знаниям к себе то он должен пройти 4 препятствия ну основных там еще много градаций разных препятствий там еще что-то можно долго об этом говорить но 4 основных первое это страх 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 ну-ка расскажите мне что же за препятствия как вы думаете ты-то начал искать открылся ходил на занятия ну я вчера беседовала со своей приятницей она мне жаловалась на жизнь я стала ей задавать вопросы ну вопросы ведущие к сущности и когда я задавала просто элементарный вопрос что ты хочешь и она уделила направо налево потом говорит я боюсь я боюсь отвечать на твои вопросы вот вот верно человек встречается с боязнью действовать потому что как только ты начинаешь идти к себе к знаниям ты скажем так делаешь запрос то есть я все таки хочу пойти туда как только ты сделал запрос ты отвечаешь за этот запрос за твое решение ты ж хотел и тебе сила начинает на первую какую-то фишку на вот это вначале сделай и как раз таки это требует от тебя действия действия и тут надо же сделать шаг и человек начинает бояться вот это первый первый брак потому что чтобы сделать шаг нужно отключить ум нужно довериться внешней силе и вот как раз таки это может быть может вызывать страх у нас на занятиях как только у нас есть промо-тренинг тест драйв практик дыхания бывает редкие случаи но бывает начинается дыхательная практика глубокая и просто человек туда туда и боится видно как бы все дышат все и он не может и боится и как бы хочет и не может все и его победил страх то есть этот человек не идет дальше он встретился с реальной силой он не идет дальше что здесь нужно делать как вы думаете верить верить да вера хорошо доверие доверие важный элемент один из самых важных элементов в занятии нет доверия все до свидания от ума от ума доверие как говорил Дон Хуан не убегать то есть что значит не убегать не отказываться от своего выбора потому что ты сделал свой выбор однозначно и раз ты его сделал то не нужно отказываться иди сделал иди получше дал запрос отказался все процесс пошел на тонком плане ты прописал что мне нужно это и тут тебе дается это и ты начинаешь отказываться там тебя не поймут там скажут слушай парень как бы мы тут для тебя уже все подготовили а ты что тут начинаешь юлить на следующий запрос просто человек не получит того что он хочет он побежден он будет всю жизнь бояться есть люди которые надкусывают знания разные надкусили там надкусили там надкусили там и дальше боятся действовать как бы они чуть-чуть что-то получают какие то там крупицы знаний какие то крупицы эффекты там еще что то и все и все остается на уровне теории и результат они не получают никогда они говорят ой не пойду туда а вот это что такое а вот тут а вот тут а вот тут и все и на вот этом уровне все остается это люди которых победил вот этот первый брак пусть они прошли они не прошли и вот эту школу все они боятся дальше понятно да что такое страх ну это такой драк легко сделать пройти не знаю легко второй все человек уже начал понимаете страху не дают начать и тут вы победили страх вы начали путь к себе сделали шаг вы пошли на тренинг вы начали заниматься процесс пошел и тут вы встречаетесь что-то типа я знаю ясно 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 так это же вообще фигня не знаю что они тут так долго могут жить я понял надо же делать так и все будет какие вопросы я все я все понял человеку становится ясно как вообще работают все знания мира что ему становится настолько все ясно что он останавливается в развитии понимаете зачем мне сейчас что то делать если я знаю что все равно это будет или будет вот это если этого не будет то будет вот это то есть это парализует полностью волю человека и его действия казалось бы ясность но он что то понял осознал и это реально есть враг то есть это мешает это просто парализует и действует дальше как вы думаете как это можно приготовить продолжение поймите идти дальше ясность как вы поняли это уже это можно даже назвать и страх и ясность и последующие два препятствия такие головы 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 ума нашего ума нашего эго то есть одна голова потом вторая третья то есть змей горым еще четырех голов нужно их по одной доставать меч знания и отрывать ясность продолжаем заниматься не смотря на то что вы поняли то что вы считаете что вы знаете а это один из таких достаточно серьезных препятствий потому что после этого у многих людей тоже идет отсек просто отсек человек победил страх и он все понял и дальше он не действует он становится таким теоретиком то есть до практики редко спускается понимаете все в теории познаете но нужно практику надо идти дальше нужно зайти намного дальше чем ты понял то есть нужно зайти намного дальше своего понимания потому что якобы ты понял это далеко не является истинной последней инстанцией потому что мир он текучий и он постоянно меняется а наше понимание оно не меняется оно статично то есть нужно выйти за предел понимания и присоединиться к динамичному миру потому что условия нашей жизни меняются постоянно даже то что сейчас происходит событие в мире где-то за несколько тысяч километров они тоже влияют на наше сознание сейчас достает до всех сейчас одно событие где-то достает весь мир абсолютно весь мир наверное африканцы которых нет ни телевизора ни компьютера не знают но у них другие проблемы на своем уровне они не знают вы про них тоже не знают и мы про них не знаем поэтому здесь важно зайти дальше свое понимание вы идете дальше как-то верю не верю понимая но иду дальше понимая но проверяю понимаете можно понять и не проверять но нужно именно проверить дальше третье препятствие как вы думаете что? я думаю что-то типа гордость что если кто-то так не думает все козлы это очень серьезное препятствие сила сила у меня получилось сообщение у меня получилось а у вас нет все стоп это достаточно серьезное препятствие потому что как только человек начинает получать такие достаточно серьезные результаты в практике весомые результаты то есть начиная с управления жизнью ты можешь ее немножко корректировать ты уже нащупал вот эту живу пульс пульс этого знания какого-то определенного свой пульс и можешь немножко подстраивать жизнь так подругивать и управлять можешь вот так чуть-чуть управлять или вот так чуть-чуть и тут это тоже враг у человека начинает расти скажем так некая гордость потому что я это умею а не все кстати один из примеров например многие начинающие сыроеды те кто резко поменял питание пришел на другой вид питания резко очень многие сталкиваются именно с этим фактором такая гордость сила и да действительно перемена питания дает силу дает всплески вспышки осознания действительно но это начинает питать эго человека и человек начинает считать те кто думает иначе инакомыслящим и все то есть эта сила она идет просто в убыток также от практики человек получает результат он получает силу и эта сила начинает идти в расход и задействуется его эго на вознесение самого себя над другим как это дело решить как пройти гордость и чик загнулись версии вашего продолжения практики это даст вам еще больше силы контролироваться да можно контролироваться да еще больше силы даст поблагодарить найти тех кто для нее тебя и то и то два варианта это решается есть практики практики служения практики служения или благотворительность служение ну или благотворительность туда же запишем что это значит это значит что ты начинаешь помогать безвозмездно тем кто хочет ну конечно конечно а те кому ты можешь помочь они тебя найдут те кто хочет реально получить вот эту информацию они приходят сюда и получают все а те кто не хочет они просто не приходят ну либо не могут но все равно если они захотят они найдут это в записи и прослушат все то есть это дойдет в любом случае до адресата до нужного человека либо они просто не дают вот и все то есть данное препятствие решается через служение в любой форме многие это решают через служение детям дети они заставляют тебя служить им на начальной этапе и это очень-очень хорошо опускает гордыню счет это прям чувствуется либо можно найти практики служения очень постоянно то есть необходимо что-то безвозмездно что-то делать тогда ты чувствуешь что так все у тебя происходит выравнивание ты перестаешь себя чувствовать неким там супер практиком каким-то супер йогом супер сыроедом и так далее и это все проходит очень-очень быстро но сила остается так мы его понятно да а на счете вы все понимаете что с ней делать и что с ней делать очень-очень очень есть такая практика сталкинга из Кастанеды работа с мелким тираном мелкий тиран или мелкий тиранчик она называет то есть маги тальтеки они искали людей у которых есть реальная власть социум реальная сила устраивались к ним под любым предлогом работать либо служить им и именно нужно было найти того человека который прям вот унижал прям прям вот своих подчиненных ну у него есть реальная сила прям и у них это считалось подарком силы найти такого человека и тальтеки говорили что из последних книг если читать Кастанеды Дон Хуан говорил что сейчас в это время уже таких нету раньше была конкиста это захватчики северное и южное северное да 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 они были жестокими по отношению к индейцам они их просто убивали если что то не так то есть они издевались но для магов это был подарок силы почему как вы думаете это это позволяло вычислить магам их слабые места да это аскеза это позволяло очень точно вычислить из чего ты состоишь каково эго потому что если тебя цепляют действия других людей если они тебя цепляют задевают значит в тебе есть то что можно зацепить все автоматически и шаг за шагом если ты взаимодействуешь с таким человеком который реально сильнее тебя который обладает властью силой ты работаешь на него автоматически и он конечно же будет на тебя как-то оказывать давление как-то влиять пытаться под себя подмять управлять и так далее на первый взгляд это обидно но на второй взгляд обидно почему потому что ты тоже имеешь эго ты тоже имеешь некую структуру за которую он тебя постоянно тыркает и и вот это позволяет вычислить именно вот эту структуру вот этот тиран он как бы тебя зеркалит и усиливает твою твое ну или высвечивает ну увидит ли вы что с ним делать с этим тираном с тираном ничего просто вы просто вычисляете свои слабости свои обиды и устраняете а как устраняете со временем вы перестаете обижаться а то есть наблюдать за ними и все и они теряют свою силу да конечно вам просто со временем становится просто по барабану то что он вам там пытается как-то вас обидеть и так далее просто в следующую попытку обиды атаки на вас мне вас жалко извините я желаю вам счастья желаю вам добра и все я вижу что это это твоя проблема но до этого ты как бы понимал что вот он меня обижает как бы он такой то есть научишься подставлять правую щеку двусмысленное понятие подставить правую щеку это как бы многие бывают не соглашаются с этим я не знаю как бы это объяснить еще раз да вы просто меняете реакции меняете свою реакцию относительно этого человека все вас это не трогает вот это очень сильная школа очень серьезная школа очень крутая школа потому что практики в измененных состояниях сознания практики в сновидении уход в лес не дает такой силы такой выдержки как работа именно с этим начальники которые понимаете вот маги тальтеки ну люди которые занимались серьезно практиками они прямо искали вот ты нашел такого я тоже что меня там потому что на самом деле вы потом приобретаете некую отрешенность внутреннюю отрешенность и на вас это перестает влиять то есть на вас люди выше по статусу с большей силой с большим эго они перестают на вас это подарок силы называется понимаете да ну это это тоже типа как служение но такая жесткая и более серьезная сейчас сложно таких найти ну начальник его сделать в течение двух недель легко просто перестроиться подстроиться почувствовать а если найти такого который реально может убить если ты что вот а знаете какие они ребята сильные очень опасные но протягательные вот так это и есть та сила та сила а потом они депутаты будут вот 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 это и есть сила да но потом он приходит в кресло депутата и засыпает но встречается с четвертым братом которого очень трудно победить после того как ты получаешь силу ты ее преодолеваешь служением допустим еще допишем тирану сразу предупреждаю родственников не стоит делать из них тиранов и на них тренироваться вот реально не делайте это пожалуйста это бессмысленно потому что они не такие уж и тираны они реально желают вам добра и просто делают это по-своему все это нужно обучить тиран это тот кто на несколько голов выше вас и он жесткий манипулятор и имеет еще серьезную власть деньги и влияние вот это тиран и может с вами реально сделать очень плохо страшно да да это страшно ну понимаете как притягивает идти туда где немножко страшно но на определенном уровне когда ты хочешь большего тебя начнут это притягивать в зависимости от этого просто мы все равно продвигаемся максимально далеко насколько мы хотим сделать по пути знания просто можно остановиться и не хватит но дальше если нету предела есть еще один уровень еще один уровень не пошла в развитии глубина там бесконечности просто это очень интересно в ту сторону понятно да что вы скажите астракт перед экстремальными видами спорта тоже 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 и тоже по этому пути все по этому пути то есть смотрите перед принятием решения перед любым принятием важного решения вашей жизни вы встречаетесь вот с этим парнем это страшно да это страшно да 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 фильм страх это знаете как такая небольшая ваша проверка то есть правильно я понимаю то чего вы боитесь мне туда и надо ну вот знаете честно многие едут добровольцами горячую точку больше не боятся если едут боятся но им нужно вот экстремно многие деньги платят за то чтобы там попасть ну понимаете люди разные знайте меру знайте меру то есть куда идти ну вы можете идти по пути развития и здесь прекрасно познать много всего не обязательно ехать куда-то в горячие точки вот и все просто знайте меру но перед любым принятием решения вы по-любому будете испытывать некий мандраж тяните то есть не всякий страх преодоление не всякого страха ведет к саморазвитию да да просто ничего не боятся дураки страх он должен быть это нормально это естественно наши чувства он даже в некоторых случаях чувства меры дает что бесстрашных ну ребята нам на дороге на дорогих джипах они типа ничего не боятся ну до поры до времени но они опасны зачем нужно хотя бы осознанно к этому подходить просто нужно учитывать что вы встречаетесь вот с этим этапом вы его проходите так-то так-то потом идет следующий этап развития вы его проходите так-то так-то потом идет следующий этап в развитии то есть здесь идет как бы зона ответственности здесь одна степень здесь уже повыше здесь еще выше ответственность хорошо что это четвертое четвертое как вы думаете что кто-то назвал недавно когда мы общались типа я бог нет это все сила это все да это все все вы получили силу вы возгордились и эта сила то что вы получили она ушла на подпитку вашего эго а не на продолжение пути вы убрали гордыню служением либо нашли тирана все вы эту гордыню уничтожили но сила осталась все идем дальше то есть получается ты стал сильным спокойным смиренным спокойным да смиренным воином который очень спокойный воином а с кем с кем сражаться а с кем сражаться опять же с собой ну да воин конечно же это понятие тоже очень относительное воин относится вот к этим то есть надо победить это победить это ну это просто пройти но скажем не воином ты стал сильным смиренным спокойным человеком который имеет силу идёт он дальше идёт 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 и почти очень типа святым нет это нет это нет нет близко усталость или старость усталость ему хочется печь полежать отдохнуть от этой всей суеты сил он получил он стал спокойным ему всё по кайфу всё классно депутат в кресле всё машина дома я всё депутат ну и там олигарх всё сидит он и такой и бахнуть ли ко мне бискух дорогого венца или там не нюхнуть кокаина дорогого который только что привезли там его такие же ребята и это усталость или расслабление всё человек распускается то есть он перестает действовать вот это это скажем так еще можно назвать сон человек просто засыпает но это один из самых коварных врагов его можно только депутатин потому что после него уже смерть понимаете то есть это это фактор сна человек засыпает в одних и тех же своих ощущениях но мир динамичный он постоянно меняется а человек засыпает на одном и том же уровне то есть у него мироощущения становится одним и тем же что же делать очень сложный вопрос потому что преодоление вот этой вот этого препятствия оно идет для каждого для каждого человека который дал запрос на развитие пословно то есть преодоление вот этого врага идет у каждого свои какие то это приходят определенные знамения которые нужно просто засечь просто считать сверху сила дает и если вот эти знамения ты пропускаешь ты засыпаешь просто знамения разные ну здесь нужно бдить просто бдить вот как хотите не спуститься в четвертую ступень да вот в третьей ни в коем случае нельзя на четвертую сходить правильно ну как бы нельзя и не с первой на вторую никуда надо их просто обходить здесь еще ну как сказать бдить не спать я понимаю что страх он все равно по-любому придет хочу я этого или не хочу мне нужно просто довериться да потом наступает ясность независимо от меня правильно да мне нужно продолжать да потом приходит сила независимо от меня да у меня тоже есть путь но теперь мне нужно сделать так чтобы не наступил устал правильно чтобы вы не заснули потому что заснуть это такое понятие что вы можете получить в кресло депутата работу дом семью машину рыбалку и все то есть вот этот весь путь саморазвития приводит к тому что спокойным умираешь правильно очень спокойным да с улыбкой на лице знаете что в таких случаях сейчас пример приведу это мощные бизнесмены которые все научили все заимели все прошли все отдает все свое богатство раздают и едут выйти просто ничего не надо все что это как метод для того чтобы не заснуть это как метод для того чтобы себя стряхнуть и сбросить важность всего к родину пути потому что в итоге каждый приходит к тому что все это бесполезно не важно но в тот же момент нужно именно так верить это такая некая игра потому что проходя вот этот путь вам интересно жить проходя другой путь жизнь угнетает жизнь раздражает жизнь становится скучной и неинтересной вот и все то есть много путей но есть путь который вам будет интересен который вас будет питать который вам будет доставлять удовольствие давать силу давать разнообразие но есть много других путей ложных которые будут вас забирать вам будет скучно будут страдания вот и все это какая разница путь он что туда ведет в никуда что тот ведет в никуда но разница именно в качестве того как вы проживете жизнь то есть либо ваш танец перед смертью красивый грациозный достойный подражанию либо танец вот такой и все просто и все но вам в первом случае когда вы танцуете перед смертью грациозно красиво это не обязательно внешне танцевать это могут быть ваши решения может быть ваша речь может быть ваши действия может быть ваша деятельность может быть просто ваше присутствие это тоже танец перед той самой смертью которая у каждого из нас в конце пути либо это может быть скучный танец который просто неинтересен люди от него просто двигают куда-то в другую сторону тем кто танцует получше какие косяки людей либо вы просто находите свой танец свой танец и танцуете так что многие смотрят на вас и находят в вашем танце свой танец понимаете не подражает то есть можно подражать это будет не его танец просто вам вам нужно свой как бы свой путь вот и все но опять же все это приходит тогда когда вы проходите 4 вот эти препятствия но уже дойти до силы это уже круто многие просто на первом боятся и не могут сделать шаг то есть страх это перед шагом неизвестности потому что то что неизвестно оно вспыхает как раз таки там находится сила и все строго ну в начале ясность о точно а что тут что тут прыгать с резинки один раз прыгнул да что тут все я теперь буду всегда прыгать все мне все понятно ничего тебе не понятно прыгаешь в десятый раз в пятнадцатый раз и там уже другие ощущения там идет углубление ощущения углубление восприятия вот и там уже появляются другие чувства другие ощущения они более истинные вот либо ты один-два прыгнул все понял и пошел дальше вспыхать понятно да про четвертого что это сон это просто как этапы этапы определенные ну определенные этапы на пути новым каким-то навыкам знания все просто это может быть все что угодно это может быть как в глобале на всю вашу жизнь растянуться это может быть и относится к каждому вашему решению к любому каждому вашему решению важно но не важно это ваше просто отношение просто решение вот но это все имеет четыре этапа развития то есть если я чувствую что я сейчас состояние в четвертом состоянии состояние усталости по какому-то пути я шла и я дошла по этому пути то состояние усталости и сон это действительно так то есть мне нужно поискать что меня пугает и пойти в другую сторону и опять пройти тот же путь да вот это танец вот вот все все так и есть то есть вы ищете деятельность которая в себе опять будет содержать вот эти четыре скажем так критерия четыре препятствия почему люди меняют деятельность почему нужно менять деятельность не нужно то есть точка сборки должна двигаться вы должны ее перемещать она перемещается только в том случае когда вы приняли новое решение если вы приняли вы повороли страх все процесс запустился она пошла в движение и все вот в данной ситуации меня интересует вопрос вот работая над собой в любом направлении болезнь со страхами передвигая точку сборки все мы приходим когда мы там уже к смерти что мы туда с собой забираем что остается здесь вот уйдет мое тело бревное что остается вот всякая такая работа проведена что остается тут да в какой смысл в какой смысл в какой смысл я уже говорил об этом сейчас еще раз скажу очень-очень образом все намного сложнее то что я испытал на своем опыте недавно я зашел в состояние в состояние сама то есть я вошел в него через мастер до этого я не знал что такое читал ну думал так но все оказалось сильно по-другому нежели как я думал это даже не относится к словам к этому миру это не относится к материи это не относится к эмоциям которые мы привыкли чувствовать то есть человечество таких слов не представляет нет даже нет смысла это не относится к этому это другая часть и можно сказать что это состояние в которое попадают все после того как оставят это тело практически все но должны должны попасть должны но бывает не зависело святой или преступник все равно куда мы подошли к этому моменту одно дело когда вы то есть человек умирает и он опять может здесь родиться почему почему он рождается потому что он в этом мире оставляет хвосты какие-то недоделанные вещи давайте в терминологии разберемся что значит он физическое тело другое душа да часть но она сюда же приходит без памяти прошлого ну что она может постоянно тут находиться то есть я правильно понимаю что если родился ребенок больной в корне может он родился для того чтобы умереть в владенчестве смыть свои прежние грехи а мы его вытаскиваем правдами и неправдами тем самым увеличивая злость да правильно все верно просто как правило есть душа либо тонкое тело как хотите назовите энергетическое тело осознание и так далее которое присутствует в нашем физическом теле если рождается калека то как правило это старая душа которая ей нужно просто отработать пройти для того чтобы освободить потому что есть земля есть еще выше уровня можно остаться здесь можно пойти сюда тут сильно все по-другому но это не доказует конечно в том то и дело что вот это все тоже не доказует понимаете слова недоказуемы пока вы это не проверите поэтому что нужно верить и проверять развивать все религии учат верить не сомневаясь верить ну как бы вера понимаете вера это как сказать это такой небольшой толчок действий то есть без веры можно то есть если вы не верите делаете практику вы получите результат даже если вы не верите потому что вы сделали практику но много людей не будут делать пока не поверят то есть вера она немножко подталкивает на ну сделай я верю значит это так и есть ну как бы я и делаю согласно своей вере конечно если веры вообще нету то можно вообще ничего делать да я не верю я не буду ничего делать все то есть вера она тоже нужна вера доверия понимаете вот и все но есть возможности просто освободиться от определенного того которое проходят все без памяти на следующую жизнь следующую жизнь ну жизнь на этой земле так прекрасна это зачем же тогда все это проходить чтобы потом опять сюда не вернуться понимаете жизнь на этой земле прекрасна это такое относительное понятие настолько относительное вот если кого то спросить задайте вопрос людям которые в горячей точке прекрасна жизнь они просто спросят вас а за что мне такое все еще выльют на вас за этот вопрос это очень относительное понятие здесь всегда происходят войны на этой планете они будут не будет такого что здесь будет мир все он будет кратковременно потом будет еще еще это история если вы посмотрите в историю войны были всегда не знаю когда их не было не всегда там там задевает всех даже в мирных странах есть какие-то события которые просто дядя с косой кто приходит вот ему надо 300 человек и он их достанет с высоты 10 тысяч метров он достанет откуда угодно все вот это это такие знаете как на солнце и вспышки солнце но это просто вспышки это просто происходит все можно от этого уйти ну как уйти трансформизм перейти на другую там другие законы а мне вот кажется что вот если занимаешься вот этими практиками и ну типа если не обращать внимание на ту же самую войну и заниматься самой собой то можно типа спрятаться от этого и тебя это не коснется но даже находясь в горячей точке пули будут мимо тебя пролетать типа так вот представьте что все бы люди на планете занялись бы саморазвитием очень красиво ну во-первых это утопия конечно этого никогда не будет в том то и дело что кто-то занимается сейчас саморазвитием а кто-то другим делом занимается так я для себя спрашиваю есть ли это некая защита мне от какого-то бандита я не знаю от какого-то там я не знаю есть чтобы не попасть в эту в эту аварию в метро есть есть как только вы декларируете туда я хочу развиваться хочу пройти некоторые хочу пройти некоторые аскезы ради более высокой цели как только вы туда даете запрос вы вас уже начинает вести определенные силы они вас начинают сначала немножко проверять потом немножко покрывать чуть-чуть 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 подсказывать потом подсказывать не чуть-чуть и вы чувствуете ага со мной не происходит того что происходит со многими людьми которые знают в начале немножко подсказывают потом подсказывают конкретно если вы ослушались блок бах и все да кришин чувствуете я не знаю слово ослушались не совсем понимаю вы чувствуете сердцем что сегодня надо идти вон да они вот вот какое-то некое ощущение надо правильно я понимаю и вы пошли по уму если я приняла какое-то решение мне как я себе говорю вселенная начинает вставлять палки в колеса у меня идут затыки в том направлении в котором я приняла решение идти я могу остановиться подумать подумать а могу продолжить после того что подумал правильно но тут страх получается если вы уже дали запрос на саморазвитие хочу развиваться хочу узнать то что есть за пределами смысл в этом какой да вот проблемы со смыслом смысл для чего вот этого все да нет смысла нет смысла вот вы спрашиваете смысл какой вы хотите ваш ум хочет пищу скажи мне зачем это надо а я вам скажу просто берешь и делаешь просто понимаете почему я задаю этот вопрос я нахожусь я нахожусь вот сейчас в определенной степени усталости сон и у меня постоянно любая какая деятельность у меня возникает вопрос а зачем зачем все это делать для чего я не могу ответить найти себе ответ что бы я ни делала куда бы я ни приезжала вот вы здесь сейчас находитесь вот реально вы сейчас находитесь здесь вы пришли сюда вы пришли на дыхание и как раз таки это масса ответов на ваш вопрос зачем и тут идет ответ затем потом идет ответ затем у вас даже есть выбор зачем и еще последнее добью смысл зачем потому что вот самый крутой мотиватор который я уже рассказывал и писал на одной из лекций и говорил внутренний мотиватор это осознание смерти осознание смерти осознание того что мы когда нибудь умерли когда нибудь это закончится что будет дальше не важно в принципе не важно не будет ни памяти ничего все вообще ничего не будет но пока мы не умерли надо суетиться кому надо нам надо суетиться танцевать не нужно жить не двигайтесь не двигайтесь так говорится нет правильно я понимаю что не надо тогда рисовать себе какой-то конкретной цели я хочу там богатство я хочу там того а вот просто вот сию минуту живи красиво живи в кайф так что ли это неправильно это или нет вот делай все чтоб тебе в кайф было но чем-то это похоже но чем-то это похоже а при этом цель тоже можно сказать что вы хотите от жизни ничего у меня уже все есть ну в смысле ну как в смысле деньги но у меня и нет жажды к деньгам у меня дети выросли они счастливы слава богу а у внуков родители я хочу вам это просто поставить цель головами которая заставит вас шевелиться так чтобы вы оп пошло надо найти для себя деятельность какую-то которая будет вас пробуждать вот и все это же неумовно нет неумовно это как раз таки через практики находятся то есть через через вот эти занятия я надеюсь что у меня все таки подсказка какая-то придет чтобы во мне расшевелиться через эти это через какие это через практики да но в частности это дыхательные практики потому что они больше плотности дают скажи плотности ощущения то есть плотность информации которые и ощущения которые получаете на занятиях отдыхательную практику она выше нежели чем плотность до других тех и там уже у вас будет выбор то есть будет несколько вариантов ответа потому что если вы задаете один и тот же вопрос постоянно либо перед практикой либо перед сном задавайте один и тот же вопрос понимаете придет момент когда вам просто ответом по голове подсказка даст так что вы точно как же это так вот у меня сейчас так происходит ну-ка вот да понимаете то есть если вы туда даете запрос на том два вам раз подсказка дается там и так что-то парень или девушка не услышал так подумаем как бы ему а он еще раз задает так не понимает сейчас мы ему дадим по-другому с рогатки бах бог что-то он подумал что это не то как бы случайность так и начинается то есть у вас начинается взаимодействие уже с внешним то есть уже с силой начинаете с ней играть ну как бы играть по-хорошему играть но потом вам так ответом по голове дает что вы сразу все поймете главное не отступайте в вопросе зачем что мне поделать что мне поделать потому что вы подумайте сколько у вас времени осталось до смерти это 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 такая штука пробуждающая она очень пробуждающая много ли вот сколько у меня реально осталось лет кто знает но пока я живу надо двигать надо говорить то что я знаю делиться сливать и набирать новое знание обязательно вот и все то есть нужна деятельность нужен постоянный поток то есть вы как сосуд с энергией то есть как сосуд через который проходит определенный поток энергии как только поток энергии застревает либо становится тоненьким все у вас появляется вот эта усталость это иллюзия то что у вас все есть это просто иллюзия на самом деле не так но вы еще много чего не попробовали в этой жизни много чего то есть есть такие области которые вам будут наверняка более интересны нежели чем вы уже попробовали и они гораздо глубже будут по ощущению понимаете то есть и это бесконечно эти области их миллиардами на этой планете даже то есть нужно прям вот нужно создать сквозь себя поток создавать и поток на нашем курсе создается поток курс ТДТ трансформационный дыхательный тренинг это практики дыхания совместимы с другими практиками там и йога есть и более тонкие темы как раз таки мы прогоняем поток мощный поток через наше тело через физику через энергетику и ответы просто приходят в такой форме в которой вы просто если вы задали вопрос ну получите вот и все то есть мир начинает с вами общаться на форме знаков знаков которые вы просто понимаете и вот как практический вопрос второй этап ясность нужно продолжать то есть это некоторое упорство но как понять это упорство не позитивно или просто то есть это вещи которые не твою или просто дальше еще не поздно тут немножко не упорство а скажем так вопрос такой знаешь как вот ты столкнулся с ясностью вроде все понял и ты начинаешь как бы проверять так ли оно на самом деле и вот это делает ну позволяет тебе сделать еще несколько шагов в этом направлении чтобы заглянуть за эту ясность понимаешь в какой то момент ты точно чувствуешь ну прям по любому да это мое либо да это то есть ты в любом случае получаешь ответ потому что это уже есть взаимодействие силы которая тебя окружает то есть это как определенные знаки определенные этапы которые ты проходишь либо не проходишь все то есть нет непонятной определенности если нет неопределенности да вообще на самом деле нет сомнения это в уме сомнения это от ума отключаешь ум отключаются сомнения что значит нет неопределенности вот так не было то есть есть определенность определенность чем игры ума пошли да а меня наоборот всегда пугает определенность когда я сталкиваюсь что тут изучая чего-то и как только начинается догмировать говорит вот это так и все и никак иначе у меня отторжение сразу правильно смотрите если взять бог и дьявол очень образно допорный запрос бог многообразен он в себя принимает все все противоречия все противоречия и дьявола и дьявола тоже он тоже а дьявол категорически все то есть если есть прям такая одна категорически только вот это только вот так все а может это вот так нет только вот так все то есть вы отрицаете все остальное созданное глипорожденное силы и выбираете только один метод и он будет ошибаться потому что другое присяг а как вы относитесь к понятиям эгрегора нормально это все есть а не если догмированность она имеет очень много апологенов когда становится догмой и что увеличит силу эгрегора вот этого понятия и если ты принимаешь это на веру ты просто идешь следы ты же тоже можешь оттуда силу червать а если ты от него отказываешься ты опять в одиночестве висишь болтаешься как нечто в прорубе все верно но нет такого что ты болтаешься в прорубе потому что ты в любом случае можешь пользоваться тем или иным эгрегором той или иной силы просто есть я пользоваться могу если я в него верю конечно потому что ваша вера есть подключение к нему подключение я поверил что есть такой-то Вася и я с ним о нем начинаю думать и я все с ним с ним и так далее просто есть еще такая тема есть биосфера есть техносфера вот есть технический прогресс почему-то сейчас люди в него очень усердно верят технический прогресс а все остальное лабуда это так само поросль какая-то но это биосфера а мы выходцы из биосферы соответственно если мы отрицаем то из чего мы вышли и начинаем быть адептами техносферы технической части но этот эгрег это тоже эгрег но настолько ничтожно мало и техника настолько часто дает свой 90 процентов воздух нашего гуляет свободно гуляет конечно вы приходите к нам на занятия то есть у нас есть пробные занятия тест-драйв практика а там сегодня будет 6 часов либо в четверг либо в 5 на следующий мы не пускаем на курс сразу же то есть я не могу про курс вам сказать что там просто серьезные техники которые нужно почутно попробовать в 7 вечера приходите в 5 вы сможете сейчас принесли вам нужно попробовать потому что не каждый человек может для себя дать что вот я очень часто вижу человек умом понимает но как только да я все понимаю я уже хочу попробовать начинает заниматься этим все это уже это другой мир это уже выход из зоны комфорта все и тут вылезает все ваши демон которые которые вас стопорят как раз таки на выходе этих демонов вы видите так этот этот меня отговаривает вот так этот меня отговаривает вот так этот заставляет гордиться и так далее и ты начинаешь идти дальше вас начинает вести вас начинает вести Да. Да. Мне что-то сильно. Роман. Что ты такнешь здесь? Помогать в мой номеральный? Или если ты встретишь, что ты? Ты даешь запрос через занятия, и этот запрос... Слушай, и все. Тебе просто начинают помогать? Все. Я не стараюсь это привести там какие-то ангелы хранить, или там имена какие-то. Нет. Это просто безличная сила, которую ты начинаешь... Которая начинает с одной игроки. Как хотите называть? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Как вы хотите. Просто нужно понять, чему вы верите. Либо техносферу и техническую прогрессу, который идёт от человека, от ума. Либо вы ещё понимаете, что есть биосфера природы. Откуда мы вышли? И просто есть законы биосферы и законы техносферы. Если вы подчиняетесь техническому прогрессу и верите в него, то он не сильно надёжен. Надёжнее всё-таки биосфера природы. Как в природе всё устроено? Посмотрите. А вот если, допустим, я работаю со своими проблемами. У меня есть проблемы излишни, если это хорошо видно. И вот что-то ты не пробовала, чтобы с этим весом как-то бороться. И действительно, это была борьба. И так читаю, и тут читаю. Что-то не перечитала. И все пишут, вот апологеты чего-то. И он говорит, только так правильно. Другой вот читаешь все те козлы, только так правильно. И я опять сижу и думаю, а что же оно есть на самом деле? Никто не знает, как есть на самом деле. И если мне правильно придумать свою какую-то теорию, в неё сильно поверить, создать её такой сильный эгрегор, и тогда она мне поможет. Ну а сколько вам лет? Ну? Лет 200 или 300, чтобы создать эгрегор. И дом будет не сильно мощный. Обратитесь к природе. Всё. Почему? Почему излишний вес? Почему болезни? Почему? Потому что человек нарушает правила природы. Всё. Почему он их нарушает? Потому что он верит правилам системы. А какие правила природы? Опять же, мне люди говорят, что правила такие-то, такие-то, такие-то. И я должна им поверить. И один мне говорит одни правила, другой говорит другие. Кому верить? Чувствовать? Проверяйте. Проверяйте. Мы не раз говорили про питание. То есть можно поэкспериментировать с питанием. Но я не рекомендую диеты. Диеты – это всё временное решение. Попробуйте поменять просто питание. Раз и навсегда. Их много видов, много разных видов питания и так далее. Но просто поближе к природе, как мы устроены? Мы устроены не как хищники. Мы не устроены как хищники. Мы устроены ближе к, если взять животных, то ближе к вегетарианцам. То есть от этого идёт сборник. То есть мы думаем, что мы являемся одним. На самом деле мы являемся совершенно другим. И это язык внешней силы, какое-то отклонение по телу. Это язык просто внешней силы, что ты идёшь не туда. Попробуй поменять полностью направление в другую сторону. Всё. И ты смотришь так. Если ты поменял направление, если результат нет, значит ещё раз меняешь направление. Как правило, сразу чувствуешь. Два-три дня, неделю ты сразу ощущаешь, работает это или нет. Нужно проверять обязательно. Чистка. Первая – это чистка. Запускается процесс чистки. У каждого по-своему. Техника одна влияет на всех по-разному. Кто-то сразу понимается, кто-то сразу врубается. Кому-то нужно пройти некоторые этапы понимания какого-то. Нужно некоторые вещи понять, чтобы начать действовать. То есть техника даёт своё мнение определённое. Но всё происходит через ощущение. Через чувство, через ощущение. Язык – не слово. Другой немножко. Большое спасибо. Да, вам спасибо. Ну, как раз мы закончили. Ну, как раз мы закончили. Пришла. Просто я делюсь тем, что я проверил на себе и изучаю дальше шум, как люди экспериментируют. Да, спасибо. Просто есть другой вид питания совершенно. Просто другой вид питания для людей. Это просто другой. Который меняет полностью структуру человека, тело человека, мышление человека. Скандальный тип питания, что многие его не поддерживают, многие говорят, что это неправильно. Это можно проверить. Это сыроедение. Либо веганское. Это как есть ступенька. Я всё время, когда про сыроедение, думал, что ж вы едите в сыром виде. Знаете, что я сегодня съел? Я сегодня съел 700 грамм персиков, жирных такие, приплюснутые. И 4 конфеты сыроедческих, которые вот я купил здесь. Они из сухофруктов. Всё. Вчера я съел грамм 300 чечевицы пророщенной. Это вечером было. И днём я съел в обед около килограмма банана. Позавчера около полукилограмма нута пророщенного. Соли прорачиваете? Ну да. Что там? Залил водой, он просто. И вот так каждый день. Без соли, без ничего? Нет. Соль немножко. Я кушаю немножко. Но соль не та. Она менее солёная. Это индийская соль. Она розовая. То есть она мало солёная. Роман, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вы перешли на такой образ питания. Но у вас же есть в миру люди, которые так и живут. Как вы с ними общаетесь? Допустим, посещаете их праздники, там же у них есть свадьбы, дни рождения ваших родных и близких людей. Приходите, там стол ломится от всего, от этого. Кафе, да? Ну да. Ходите ли вы в кафе? Да, да, да. Как же вы сидите в ресторанах? Да. Я не хожу ни в кафе, ни в ресторанах. Если я иду в кафе, ни в ресторанах, я смотрю в меню, есть ли там салатик. Если есть салатик, я прошу, не лейте мне вот этого вашего масла. Рафинированного, которое оно в себе очень много всего. Это в крайнем случае. Но по большей возможности я не вижу смысла туда ходить. Зачем? Общаюсь я с людьми, вот с вами же общаюсь. Чем занят ваш досуг? Досуг? Да. Чем занят мой досуг? Читаю книжки, смотрю какие-нибудь лекции, делаю практики, медитации. Работаю на земле, на своей земле. Копаю ямы, делаю фундамент под печень. То есть занимаюсь немножко строительством. Но у вас есть такое окружение, с которым вам интересно? Конечно. Круг общения. Круг общения. То есть я сформировал свой круг общения, который мне лично интересен. А как вы общаетесь с теми, кто не поддерживает ваше мировоззрение? А я с ними не общаюсь. Ну это же могут быть ваши родственники, близкие. Ну, я с ними не ссорюсь, но и общаюсь. Зачем? То есть споров особо таких нет. Но родственники, они просто живут в своем мире и все. Понимаете, если человек не хочет этим заниматься, это его просто выбор. Я уважаю его выбор, то, что он не хочет. Если он спрашивает, слушай, Роман, вот как бы мне перейти на это питание? Я вот слышал там от кого-то, что прикольно. Я знаю, что ты там сыроедешь. Как ты вот к этому пришел? То есть если спрашивает тогда? Да. Только так. Вы пришли, вы спрашиваете, я вам говорю. Вы не спрашиваете. Извините. Хорошо. Вы вот ведете тренинги, потому что ваш образ жизни привел к тому, что вы можете реализовать себя как тренером. Но в другую, допустим, стать бухгалтером вы не сможете. Конечно. Потому что вам придется общаться с людьми, которые и заниматься тем, что вот далеко от всего от этого. Да. А как же жить, вот если я бухгалтер? Нормально. Да? Нормально абсолютно. А вот я теперь бросаю бухгалтерию за вас, конечно. Не за романами. Ну не за романами. Ваши потребности. Скорее всего, вы просыпаетесь. Но я правда не знаю еще на что поменять, но я уже решила бросить на дождь. Это нормально. Вот это через этот этап уходит практически все. Да. Когда ты просыпаешься. Я тоже когда-то проснулся. И еще знаете, как проснулся? Ты немножко просыпаешься, но как младенец. Он уже родился, но как в этом мире жить, он еще пока не знает. То есть вот этот период, он сам изложен. Но потом, как правило, все начинает меняться. Вот я чувствую, что у меня как цвета. Да. Прекрасно. Прекрасно. Это первые знаки от нашей уважаемой биосферы. Цветы – это адептобиосфера. А у некоторых тянет на машину, например. А цветы, они хотят затопать. То есть если тянет на животные цвета, 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 цвета. Прекрасно. Если раньше вас не тянуло, но это никак не тянуло. И тут потянуло – это знак. Но если вас всегда тянуло, и вы об этом узнали, ну это может быть не знак, это может быть об этом. Просто если резкая перемена с одного на другое, прям вот резкая перемена – это уже знак. Это уже означает, что у вас что-то меняется. Уже пошел процесс. А если вас всегда тянуло, то вы можете это не приравнивать к знамениям. Когда вы четко понимаете, что в событиях вашей жизни явно что-то начинает меняться, что-то вам становится вообще неинтересно и не ваше, вы начинаете осознавать те вещи, которые раньше вы даже не могли подумать. и к вам приходит именно эта информация, и причем она не стучится в дверь, а на долгую дверь, то это уже явно что-то пошло извне. Это уже начинает о вас заботиться, и к вам постучала сила. Когда это – да, это знаки, это можно воспринимать как знаки. То есть нужно как бы немножко чувствовать различие. Различие. Потому что моя, например, жизнь, она, я не знаю, она просто управляется какой-то внешней силой. Есть знак – я на нему реагирую. Есть знак – я иду просто по знакам. Есть доля моих каких-то намерений и каких-то желаний, но она ничтожно мала. Но я благодарен тем знакам, которые мне поступают. Потому что они мне доставляют удовольствие, они меня питают и дают силу. Хорошо. А если вы очень сильная усталость, от того места работы где-то работаете? Вы не туда идете. Усталость от работы… Вы не на своем пути находите. Вы можете покрывать эту усталость, где-то набирать энергию через практики, и опять нести эту энергию… Это через хобби, да? Можно через хобби энергию получить? Ну, конечно. Многие занимаются. 90% есть хобби. Почему? Потому что хобби питает человека. Но эти 90% это хобби не развивают и несут эту энергию, получаемую от хобби, вот от такого хобби. Оно… Такая вот доля хобби вашего… Оно дает вам вот такую долю энергии, которая потребляется системой, которую ее несет человек. То есть вы можете это не признавать, можете признавать, но если вы идете не туда, то вам точно будет об этом постоянно поговорить. Роман, а вот еще такой вопрос. Ну ладно, я вот человек уже в возрасте, а вот кто молодой этим занимается и приходит вот к таким результатам, как вы, и ему нужно же строить все равно семью, ему нужно… появятся дети. Вот вопрос о сметании детей. Ну ладно, когда ты, когда ребенок еще маленький и не дошел до школы, его там в семье, можно в этом… ну в своем русле, тем более, если партнер придерживается тех же взглядов, а как его потом выпустить в социум? Вы знаете, у меня таких вопросов не возникает. У меня есть семья, и… я даже об этом не думаю. А детей? У меня это вообще никак не… вообще никак не распаковывает. Почему? Потому что если я общаюсь с силой, если я иду по знакам, то, знаете, будет день – будет пища. И я точно буду знать, что мне делать. Также я знаю, что я буду делать сейчас, потому что я иду по знакам. И я знаю, что знак будет завтра на ту ситуацию и послезавтра или так далее, если я буду им следовать, если я буду уважать то, что мне дают. Если я буду доверять этому миру, который со мной играет, который со мной трассует. Сколько лет вы хотите прожить? Не знаю, сколько давно проживу. А хотите сколько? Не задумывайся, сейчас. Я подвис. Сколько я хочу прожить. Сколько получится. Мало ли я поменяю меня, мало ли мне это доставит удовольствие. Я продлю сложно. Я имею в виду, что хотите сейчас. Нет, не могу сказать, нет ответа. Нет, не могу сказать, нет ответа. А мне страшно умирать. О, прикольно. Вот я сейчас ехала сюда, и у меня было такое ощущение, что я сейчас умру. Я плыву себя четко. Я молилась Богу, ну, своего, какому я верю. Молилась, молилась, пообещала, что если он меня спасет, я брошу пыль. Не знаю, боюсь смерти. Страшно так было, ужасно. А я, например, за этим страхом гоняюсь. Кого? Вот так. Знаете, как классно? Смерть, она может наступить внезапно. Но пока она не наступила, надо сжечь. И как же вы жжете? Вот так сижу и жгу. Ну, я так понимаю, что ваше жжение, она не вкладывается в рамки обыденной жизни. Почему? Вот обыденная жизнь. Тут обыденная, кто тебя не обыденит. Обыденная жизнь, берем и жгем. Не, ну я не понимаю, вот в моем представлении, обыкновенному человеку жечь, это значит, там, там, зажигать, танцевать, зажигать, там, пить, там. Какая разница? Зажигать, жрать, пить, там. А у нас че? А вот и жгем, сидим, жгем, поджигаем мосты, корабли. Песню сейчас можно трогать. Да, все так же, только без... Да, абсолютно. И без мяса. И без наркотиков. Вот мой круг общения, сега, кастись. Артем, Люба, вот Катя. Вот это круг общения. Я очень-очень-очень мне тесно с ними общаюсь. Другой тип питания. Немножко, ну, немножко по-другому все, но мы в этом мире живем. Попробуйте пойти по этому теперь пути. Вот вы тут прошли путь. А как вы сюда попали? А как вы сюда попали? В конце такой лекции вопрос. Слушайте, а вообще что это делать? Как вас это есть? Зачем вам это надо вообще? Так я дышу, Роман. А, уже дышите? Да, Аса, последний раз осталась. А попала я сюда, потому что я занимаюсь вот этим вот всем, ну, не дыханием, а вот развитием, чтением и всякими там тренингами. Уже 15 лет. И у меня подружки все молодые. Одна из подружек хотела сюда и сказала, приходи, там классно. И она всегда пошла. Это знаки просто вас подключают и все, и вас. Понимаете, вот то, что вы сегодня узнали, то, что мы сегодня обсуждали, это определенного рода информация, уже узнав которую, вы несете ответственность за эту информацию. Потому что вот руководство к действию. Можно сделать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Поменять направление, пройти теперь по другому пути. И вот вам выход. Вот, все. Но опять же будет первый мрак, второй мрак, третий. Все. Ну, скажем, уже не страшно, уже прошло. Ну, я понимаю, на сыроедении у меня сразу же страх. А как же меня там пригласят на день рождения? Вот, понимаете, теперь следующий вам вопрос. С алкоголь у меня нет проблем. Вам что важнее? Общественное мнение или собственное качество жизни? Отношения с людьми, людьми и людьми. Ну, что вы? Если вы хороший человек, ничего не пьянется. Наоборот, они вам будут покупать апельсинчики, мандаринчики. Сами? Может. Понимаете? То есть, близкие люди, когда вы меняете тип питания, близкие люди, они начинают интересоваться. Если вы, конечно, на них не давите. Это вы должны... Если вы просто начинаете питаться по-своему, я экспериментирую. И они вам просто помогают. А, я знаю, ты этого не ешь. Давайте салатик сделаем. Что тебе купить? Можете ананаски купить? И они как бы начинают тебе немножко помогать в этом. Все. То есть, вы этих же близких загружаете на свою же развитие. Это все методы управления энергиями. Так, ну все. Спасибо. Все, спасибо вам за внимание. Увидимся на следующей неделе. Какая тема? Тема неизвестна. Тема придет оттуда, поэтому... Мы первое, мы можем выздать... Конечно, так, но личных вопросов мы сказали с помощью. Субтитры создавал DimaTorzok